всем привет тебя хочу сказать спасибо что вы здесь пришли что сковорилка состоялась наконец-то у нас я столько ждал ее читал литературу смотрел видео и так давайте начнем наша тема сегодня это вечная жизнь и проблемы и пути чтобы прийти к ней вообще давайте процитирую вам интересного интересного точнее интересную цитату одного известного физика ричарда фейнмана он сказал что если человек захочет присоздать машину вечный двигатель он получается столкнется с одним ограничением это ограничение связанные с физическими законами но в отношении биологии он сказал что все не так однозначно и человек может прийти к бессмертию индивидуума или вообще биологических существ и так биологическое бессмертие как нему прийти на самом деле к нему прийти сейчас по сути невозможно особенно в плане человека человеческой личности но многие животные начиная от простейших бактерий некоторые виды крупных животных расскажу они по сути практически бессмертные и понимание вот этих механизмов как они стали настолько живут почему не умирают довольно хорошо нам даст понять как этому прийти и так прежде чем начинать рассуждать на тему вечной жизни бессмертия давайте подумаем точнее вспомним что такое жизнь вообще определение жизни довольно такие ширные понятия и конкретно одного термина не существует но все сводится к одному что жизнь это существование тел которые могут передавать наследственную информацию той способности к репликации также все жизненные формы способны к обмену с окружающей средой энергии информации потом они живут растут накапливают энергию внутри себя это конечно не касается в плане вирусов вирусы всего лишь просто так сказать флешки передающую информацию в принципе про жизнь понятно дальше ну и переходим конечно же к этой теме тут мы будем говорить долго и интересно старение и смерть в принципе любое же ващество существо на нашей планете умирает но есть точки зрения генетики она не умирает сейчас объясню если к гипотеза эгоистичного гена может кто-то слышал из вас она касается того что передавая потомство свои гены мы получается продлеваем свои бессмертия следующем поколении если живое существо благополучно продлила свои новопотомства то есть по сути она частично на время продлила свою жизнь даже если внешняя оболочка умирает генов гены остаются так главной проблемой постижение вечной жизни это конечно же старение все мы стареем и рано или поздно мы все конечно умрем и так существуют классические теории старения их две первая теория эта теория запрограммирована старение она касается того что всех у нас в генах запрограммирована механизм старения и самоуничтожение по итогу времени конечно к одному к одной конкретной теории еще не пришли есть различные гипотезы теории более сильные более слабые я вам пишу более такие самые сильные самые известные теории первое это теломерная теория старения она касается того что у нас у всех в клетках есть днк в этом знаете и во время деления клетки в соматических клетках это клетки нашего организма которые не участвуют в размножении в отличие от половых в этих клетках в днк есть определенные нити эти нити называются теломеры при каждом делении теломеры сокращаются это доказано примерное количество делений у всех живых существ особенно вот у людей около 50 60 делений после этого получается теломера сократилась клетка не делится наступает смерть в чему и минус минус в том что если когда искусственно пытались активизировать теломеры таким ферментом теломераза это теломераза есть у клеток половых у стволовых клеток у раковых клеток оказалось что активация теломеразы провоцируют в образовании раковых клеток и поэтому одна из гипотез продолжение жизни активации теломер на самом деле может быть несостоятельным дальше такое сложное название элевационная теория старения на самом деле все просто у нас есть гормоны у нас в организме все регулируется гормональным фоном женщина мужчин отличается в большей части именно уровнем гормонов у женщин больше эстрогена мужчин тестостерон итак эта теория описывает то что со временем уровень гормональный у нас меняется и в организме наступают различные сбои у нас в организме есть все организмы живые они подчинены биологическим законам такой закон это биоритмы вот то есть нарушением этих биоритмов связанных с со снижением гормонального фона может провоцировать старческие изменения приводящие к смерти дальше следующая теория адаптационно-регуляторная она основывается описывается так что у нас в организме есть регуляторные механизмы позволяющие делиться клетки выводить различные радикалы питаться и со временем эти регуляторные механизмы ломаются что приводит конечном итоге гибели дальше это основные теории запрограммированного старения дальше есть вторая теория стахастического старения то есть она аргументируется тем что в нашем организме нет механизма запрограммированной смерти то есть по сути мы можем жить вечно но есть различные факторы которые эту жизнь очень сильно сокращают самый получит старение это ошибка на чем она основана основана на том что на самом деле старение не существует во время развития организма передачи различных ну то есть во время размножения пока мы молодые мы не получается не страдаем старческими заболеваниями то есть они постепенно со временем активизируются с возрастом и поэтому мы передаем свои например поломанные гены потомкам которые к старости активируются и вот эти ошибки они конечном итоге приводят к смерти но на самом деле эта гипотеза довольно таки слабая потому что в рамках именно одного индивидуума она может не работать дальше теория апоптоза самоубийство клеток это довольно таки популярная гипотеза в последнее время точнее теория ее активно продвигает господин Скулачев московский исследователь митохондриальный наверное многие слышали ну не многие про Ион Скулачева вот в чем ее суть суть ее очень проста со временем в организме накапливаются различные поломки вызванные активными активными радикалами ну кислород различные формы гидроксильных груд все это вызывает поломки и клетка со временем уходит из этих радикалов в апоптоз дальше энергетическая теория это одна из самых старейших теорий ее начали продвигать активно когда заметили корреляцию размеров от продолжительности жизни то есть мышка в среднем живет пять лет а слон живет лет пятьдесят вот стали исследовать создали много различных кривых конечно это работает у большинства видов но есть виды целая группа животных на которых вот эта теория не действует например птицы голубь и мышка они примерно одинаковы по размерам уровень метаболизма в их организме практически не отличается но мыши живут пять лет голуби живут 35 лет то есть разница заметна и поэтому эта теория довольно таки слабовато ну и конечно же самое всем известно это теория действия свободных радикалов про нее немножко упоминалось в теории апоптозы но эта теория сейчас скоро получит новое дополнение как она раньше описывалась что в митохондриях кто из вас знает что такое митохондрии все? ну допустим кто не знает внутри клетки есть система точнее органелла двухмембранная называется она митохондрия в этой митохондрии образуется АТФ то есть АТФ это энергетическая валюта клетки без АТФ клетка мертва вот но из-за того что образование АТФ довольно таки затратное производство в плане именно точнее затратное даже не затратное именно в плане метаболических путей довольно таки сложные различные пути очень много образуется различных химических веществ и во время создания АТФ получается образуется много свободных радикалов которые очень активны они взаимодействуют с ДНК и митохондрии и с получается клеточной мембраной активно разрушая ее из ДНК клеток выходя наружу вот и получается что когда этих сабонных радикалов становится в клетке много в клетке есть два белка которые очень чутко реагируют на количество сабонных радикалов эти белки активируют получается механизм апоптозы чем больше сабонных радикалов тем выше шанс что клетка уйдет в апоптоз но в этой гипотезе есть немного минусов точнее в чем они получается в чем они проявляются первый в то что митохондрии в клетке много и поломка одной митохондрии очень быстро клеткой утилизируется например если поломка произойдет в куче митохондрии то клетка сразу уйдет в апоптоз и она умрет повторить штука апоптоз это самозапрограммированная гибель клетки в отличие от некрозы так в чем суть этой теории в нынешнее время нет в чем перепросмотр этой теории давайте объясню как я сказал про свободные радикалы когда клетка в процессе производства энергии создает ну они образуются в процессе вот этой деятельности часть этих радикалов все равно выходит наружу и каким-то образом взаимодействует потом повторюсь еще раз что клетка реагирует на эти радикалы и постепенно уходит в апоптоз но бывают такие моменты когда митохондрия она ломается не полностью то есть в митохондрии появляются какие-то механизмы поломки но клетка это не видит и со временем происходит накопление этих поломок потому что митохондрия делится и внутри клетки образуется целый пул ну пул это получается группа этих митохондрий которые меняют метаболизм клетки это очень в принципе ну это очень опасно для клеток долгоживущих это клетки нервной ткани кардиомиоциты мышечные ткани и получается что со временем просто ткань уходит в апоптоз когда этот ну получается эти поломки обнаруживаются клетки уходят масса к старости это очень сильно заметно у людей итак я в принципе рассказал вам про старение вопросы есть про старение кого-нибудь именно по теориям ну смотрите теория апоптоза касается именно различных факторов может быть и внешних то есть там облучение да 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 то есть получается теория апоптоза касается больше именно внешних факторов какие-то среды неправильное питание повышенный калорийность пищи там облучение там все остальное теория именно вот свободных литикалов она касается внутренних проблем что митохондрия ломается и постепенно клетка может уйти воптоз ну в принципе тут все понятно теперь как нам вот эти проблемы решить буквально недавно лет так 50-60 назад обнаружили группы животных которые не стареют они живут длительное время и факторов ну последствий старения нету то есть они в 60 лет например то же самое голубь да птица живет 35 лет и до конца жизни у нее нет старческих изменений то есть у нее нету дегенеративных расстройств нервной системы сердце у них бьется так как у молодых репродуктивная функция вообще не снижается ну и нет раковых заболеваний практически тогда была выдвинута гипотеза даже не гипотеза теория пренебрежимого старения было обнаружено что существует среди живых существ три типа старения это быстрое постепенное и пренебрежимое быстрое старение оно у маленьких организмов например там дрожжи нематоды плодовые мушки самое интересное у бамбука он около 100 лет живет но он стареет мгновенно то есть когда у него наступает фаза цветения он буквально за несколько часов умирает он до вот эти буквально 100 лет находятся в стадии такого молодого организма травинки дальше постепенное старение оно касается животных более большими размерами например кто там у нас мышка человек да они длительной жизни больше года до 100 лет мы больше как человека ну и пренебрежимое старение довольно таки молодое направление например вот атлантический большеголов черепахи различные они живут очень длительное время больше 100 лет и скорость их старения практически не наблюдается так теперь переходим к самому интересному это картинки этих животных да я расскажу это еще я как раз к этому хотел прийти давайте двустворчатый моллюск это самое известное живое существо не считая растительных которое было обнаружено на земле самое интересное что он прожил бы еще больше просто когда его достали вскрыли посмотрели что он прожил 507 лет но его уже не вернуть было в живых у него даже имя есть синь его нашли вроде в японском море когда исследовали оказалось что ему 507 лет и тогда просто вот люди просто ах как такое может быть есть еще другие моллюски двустворчатые они проживают чуть меньше но почему не умирает их раковина становится столько тяжелой что они просто умерят от голода они не могут двигаться дальше морской еж вот его еще одно существо потом расскажу активно изучает ученые буквально недавно оказалось что вот это животное единственное вообще в мире не поддается старению никак то есть даже вот когда он умирает она умирает молодым умирает она тоже из-за проблем с размером дальше хотя она живет больше 200 лет и вот 200 лет она размножается как молодой следующее олиутский морской окунь проживает ну вот тоже обнаруженный вид 205 лет умирает тоже из-за того что слишком большой он не может себя прокормить с голоду умирает дальше да да то есть он растет 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 умирает просто с голоду дальше европейский протей это одно из первых животных обнаруженных человеком которые не проявляют старческих изменений самое интересное это животное неотеник 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 в биологии обозначают детскую стадию живого существа получается протей это неотеник саламандры у саламандр есть несколько стадий развития это личинка нет не личинка яйцо ювенильная стадия вот неотеническая стадия но это получается если сравнить с человеческим организмом неотеник это вот маленький ребенок бегает но он может размножаться то есть он может давать детей потом когда у него растает борода он меняет внешность и становится немного другим вот ну вот протеи он размножается и живет 202 года 102 года не переходя в стадию взрослого дальше тихо нет умирают они от изменений старческих все равно то есть они живут много лет но они умирают в принципе определенный срок дальше многие наверное видели это красивое существо это тихоходка в чем ее особенности это единственное найдено на земле существо которое выдерживает во-первых холод чистого вакуума открытого потом сверх жесткие дозы облучения ее можно закинуть прямо в реактор и ничего не будет она проживается 20 лет умирает ну в принципе умирает как и многие тихоходочки там или маленькие животные просто различных факторов съели переварили разложили дальше тоже интересный вид это альдабарская гигантская черепаха живет очень много лет размножается буквально тоже перед смертью даже может размножиться умирает от того что не может конкурировать с молодыми особами за пищевые ну за пищевые за корм и умирает просто от того что не может двигаться панцирь становится тяжелый умирает от голода или от хищников дальше синий желтый ара птица умирает от того что клюв становится слишком тяжелый она не может лететь вот интересный вид это гренландский кит найденный вид 211 лет прожил они умирают знаете из-за чего они просто слепнут со временем у них быстрее катаракта и они просто вот плывут не видят куда и выбрасываются на берег и готово ну и венец геронтологии это голый землекоп многие наверное из вас видели различные видео слышали лекции та же самая женя тимона много про него говорила что протеев да но про протеев я много не читала про землекоп много читал в чем его особенность во первых это существо теплокровное ну как теплокровное она вторичная хладнокровная то есть она начали бы теплокровным но из-за смены обитания особенности физиологии она стала хорноклор хладнокровным это грызун проживает в африке питается он вегетарианец питается получается как раз каким-то там клубнями каких-то японок называется свеклы какой-то африканской прогрызает себе ходы под землей живут по типу муравьев у них есть матка и есть особи которые не выполняют репродуктивных функций они не размножаются проживает больше 35 лет в чем особенно их особенность во первых у них нет покровов внешних вот эти волоски это всего лишь волоски сенсорные чтобы чувствовать где ползти вибрацию потом у них нет рецепторов боли на коже они не чувствуют боли совершенно температура высокая кислоты они же получается живут под землей и роют норы а под землей из-за того что нет кислорода образуются различные активные формы кислот которые очень действуют на кожу но они не реагируют на нее потом что еще интересного могу сказать но они не болеют раком совершенно конечно есть отдельные виды которые ученые в лаборатории обнаружили рак но на самом деле именно в большей популяции их нет дальше что у них есть интересного это особенность апоптозы у них нету рецепторов в апоптозе то есть рецептором сейчас у них по-другому работает механизм апоптозы у них большая часть клеток уходит в некроз в чем разница очень большая механизм апоптозы довольно таки сложная система и если некоторые белки его регулирующие ломаются клетка может не уйти в апоптоз и стать опухолевой то есть дальше переродиться эволюционировать и убить организм у них апоптоз работает немного по-другому у них эти системы очень активно работают и у них есть компенсационная система вот именно некроза ткани умирают в чем их интерес для геронтологов ну большой интерес именно вот как раз эти особенности другие виды там как-то вот отдельно там по-разному отдельно то отдельно это а именно вот уголок землекопов по сути есть все вот эти вот моменты которые можно исследовать для именно исследования старения как раз что я перечислял типы старения там и свободно радикальная и теломерная то есть у этих землекопов немного по-другому работают теломеры тоже те же самые вот что еще могу сказать ну про них можно много говорить про всякие гены там про всякие рецепторы поэтому это еще затянется надолго поэтому его пропустим немножко ну и так закончили немножечко с животными закончили старением а теперь что может приблизить нас к вечной жизни немножко подумаем поговорим итак первое самое эффективное наверное это генна терапия модификации вообще генна терапия модификации бывает двух типов это мы берем какой-нибудь вектор какой-нибудь вирус какой-нибудь не знаю днк липосому там и вставляем человеку в кровь там он под паруслукрой попадает куда-нибудь куда нужно благодаря этому вектору активно этим помогает вирус и экс-виво это в пробирке получен не пробирки а планшете мы берем клетки у человека их как-нибудь модифицируем и обратно вставляем минус гена терапии в том что мы не можем активно подействовать на взрослого человека на соматические клетки потому что в соматических клетках есть системы регулирующие генетический поток потому что у нас в клетках у человека есть мобильные генетические элементы у человека они примерно 40 процентов от генома суть этих мобильных генетических элементов в том что они прыгают с гена на ген немножко изменяют клетку и в конечном истоке она либо может перейти в апоптосовете либо стать раковой если сломан механизм регуляции вот поэтому в соматических клетках тяжело что-то изменить поэтому 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 повторение генетическая терапия хорошо применима к эмбриону например мы знаем что у двух родителей есть какая-то генетическая мутация которая по законам менделя приведет сто процентов какой-то определенному заболеванию например химик митохондриальным там или более там другим сложным если мы знаем где находится этот ген мутации мы берем яйцеклетку ее модифицируем и обратно вставляем ребенок рождается красивый здоровый ну и другие различные способы то есть генотерапия в принципе довольно таки интересная но есть второе поколение сейчас исследуется генетической терапии это мы берем ген погружаем его в вектор и можно поместить его даже в взрослого человека но этот ген будет спящий определенным моментом то есть этот ген он будет находиться ничего не делать как-то не влиять например нам нужно активизировать продукцию инсулина вот этот ген вшили берем какое-нибудь вещество вкалываем и на этот ген получается реагирует точнее на это вещество реагирует ген он активизируется до определенного момента то есть мы можем поддерживать его стимуляцию длительное время так дальше это антиоксиданты в чем вообще суть свободных радикалов почему они действуют в свободных радикалах есть неспаренный электрон который пытается восстановить себя чтобы быть стабильным это физика получается все стремится к стабильности и получается что он пытается присоединяется к различным молекулам заряженным отрывает куски и эти молекулы могут разорваться особенно много в днк и как можно помочь этому антиоксиданты это естественные вещества они есть у нас в организме образуются образуются и в различных растениях этих антиоксидантов целая группа гипотеза именно того что можно вылечивать продлить жизнь именно антиоксидантами антиоксидант он делится своим электроном и все разбегаются в стороны довольные и умиротворенные но вот эта гипотеза антиоксидантного воздействия провалилась многочисленные исследования подтвердили что сколько бы мы не действовали антиоксидантами на клетку на организм это просто ноль никаких эффектов нету то есть корреляции между продолжительностью жизни и уровнем этих антиоксидантов просто ноль еще очень большой минус в том что свободные радикалы в клетке это индикаторы поломок чем больше радикалов свободных плавает тем клетка больше знает что в ней что-то не то если например матиособонные радикалы человеку вколем в большом количестве они попали в клетку они связали весь радикал свободный в матриксе клетки а митохондрия это поломанное и через время клетка может не уйти в апптос и переродиться в раковую то есть это очень большой минус на самом деле но благо антиоксиданты не действуют вообще на самом деле поэтому не ведитесь на так называемые бады где там обещают овер кучу различных антиоксидантов но витамин витамин КС полезно все равно дальше стволовые клетки тоже интересное интересный способ продления жизни существует два типа стволовых клеток это клетки эмбриональные так называемые тотипатентные и клетки которые уже более-менее как-то сформировались различных зародовавших листках вот они три их образуются в стадии эмброгенеза это мультипатентные получается что ну вот в основном люди работают с клетками которые мультипатентные например у человека лейкоз у него разрушен костный мозг берется получается стволовая клетка из костного мозга кровь образуется из костного мозга если кто не знает она получается активируется различными цитокинами различными факторами гемопоэза GMKSF называется так GKSF тоже это получается факторы роста активируется и человеку всаживаются получается в кость получается клетка начинает активно делиться и кроветворение улучшается но тут конечно возникает вопрос если берем другого человека будет ли это не будет ли конфликта а конфликт возникает как вы знаете из комплексов гистосовместимости на каждой клетке есть специальные рецепторы если организм клетки свои организм их не убивает если это чужие клетки организм их может утилизировать потом также стволовая клетка могут например помочь нам восстановить нервные клетки восстановить мышечные клетки различные есть огромный минус стволовые клетки по сути это те же самые раковые клетки они мало чем отличаются Если мы, например, чем ниже дифференцирована стволовая клетка, тем сильнее раковое образование. Получается, что если мы возьмем, например, эмбриональную клетку, стволовую, и человеку ее всадим, человек может просто умереть буквально за несколько часов от рака. Просто мгновенно. Чем выше уровень, тем рак менее опасный. Так, стволовые клетки, дальше. Гормональная терапия. Как я уже сказал, одна из теорий, что сбой гормональных функций в организме может привести именно к поломкам. Немножечко расскажу. Гормональная терапия на самом деле тоже интересная гипотеза на лечении, но она не работает, потому что она устарела. В организме есть куча различных генетических факторов, которые регулируют вот эти гормоны. И как бы... Время, да? Ладно. Короче, суть какая? Можно ее не проходить, гормональная терапия, но лучше высыпаться, не сидеть за компьютером долго, чтобы свои биоритмы не забивать. Кто-нибудь, если хотите, почитайте про биоритмологию, точнее хронобиологию почитайте. Очень интересная наука. Дальше клонирование. Тут все просто. Берем яйцеклетку, берем какую-нибудь нашу клеточку, выделяем оттуда ядро, вставляем в эту яйцеклетку и вставляем какое-нибудь животное. В этом животном растет эмбрион, вырастает абсолютно наш клон. Минусов много. Это, во-первых, очень тонкий механизм яйцеклетка. Любые сбои, любые молекулярные изменения могут привести к тому, что ничего не родится или родится урод. Ну, овечка доля, долго не прожила, кто знает. Дальше. Трансплантация. Трансплантация довольно-таки интересная, но она не поможет длительном времени, потому что от кого бы мы не пересаживали, наши комплексы гисосовместимости, иммунная система оторгает, получает трансплантант от малого времени до длительного. Многие люди, которым пересаживали сердце, печень, другие органы, они долго не жили, потому что орган оторгался, и люди эти жили на специальных веществах, убивающих иммунитет. Но можно модифицировать, например, ген хрюшки, вырастить хрюшку, которая имеет гены, как мы, абсолютно одинаковые, и потом нам пересаживать. Это интересная вещь, но это не биоэтично. Дальше импланты, протезирование тоже последнее. Это больше так, как сказать, попахивает, как это сказать, как называется, вот, киборгизация, да, попахивает. То есть мы заменяем постепенно органы различными имплантами. Мозг там, мы флешечку вставляем, руки там, ноги, мышцы. И в конечном итоге человек может быть, как сказать, ордомеханикус, так сказать, то есть роботом таким. Можно, например, импланты делать био, так сказать, биоимпланты. То есть мы берем какую-нибудь ткань, обрастаем ее различными там, не знаю, там, берем, нет, берем какой-нибудь каркас, обрастаем ее тканью, и получается у нас какая-нибудь рука, там, нога. То есть на самом деле сложная, но интересная. Ну, в принципе, все.